У меня три жизни. Первая – инженерная, советская. Вторая – в 89-м году началась переводчика книг, а сейчас я перевожу пьесу. Виктор Вебер известен как переводчик книг Стивена Кинга. Москвич работал конструктором ракетных двигателей, но в 1970-е выучил английский язык и стал переводчиком. Пьесу, которую перевел Вебер, поставили в Могилевском драматическом театре. Я вообще любил фантастику. Я все-таки инженер, но с фантастикой в Советском Союзе было очень плохо. А мне хотелось ее читать. Я выучил английский язык, два года учил, потом читал книжки. А потом мои коллеги по работе сказали, слушай, ты что-то такие книги красивые читаешь, переведи нам чего-нибудь. Ну вот я начал переводить. Сначала для них, потом как-то через 9 лет понял, что надо уходить в переводы. Хотя работа у нас была очень интересная. Инженерная работа, Костровское бюро, прекрасная обстановка, прекрасные возможности для творчества. В общем, все было супер, но захотелось изменить жизнь. Чтобы быть переводчиком, нужно прежде всего быть образованным человеком. Вот если человек образован, если он знает русский язык, ну или белорусский в вашем случае, неважно. В общем, если он знает родной язык, только тогда он может стать переводчиком. Если он не знает родного языка, сколько бы он не знал слов на английском языке, ничего не получится. Ну и вот, вы знаете, на умение-то нужно складывать слова. Вот без этого тоже никуда. Но у многих образованных людей, мне кажется, это умение врожденное, они просто не могут его реализовать. Ну, а может им это не нужно, с другой стороны. Так ли надо быть всем переводчиком? Стивен Кинг совершенно потрясающий писатель. Писатель, мастер, я бы его назвал. И то, что он попал в этот жанр ужастиков, который не соответствует он его уровню абсолютно, это отдельная история, но это случилось, что он туда попал. И он его поднял на такую высоту, что, ну, может, это и хорошо, что он попал в этот жанр. Теперь люди читают Кинга, которые никогда бы читать его не стали, если бы он писал обычный реализм. Самая любимая книга? Оно, конечно. Оно. Я считаю, это совершенно потрясающий роман. Хотя злые языки говорят, что он писал под действием запрещенных препаратов. Но эта книга удивительная. А вот на втором месте я бы поставил один из последних романов, 11, 22, 63. Это про убийство Кеннеди, блестящий роман. И мне очень нравится «История Лизии». Вот три романа, которые я, пожалуй, люблю больше всего. Но оно, вот это какая-то незастижимая вершина, как он ее написал. Потому что там такой драйв. Больше тысячи страниц драйвы, но это очень трудно сделать. Драматург Дон Нигра. Это удивительный автор, удивительный. Вот, знаете, прямой наследник Чехова, Толстого, Тургенева. И при этом я бы сказал, что он еще наследник Шекспира. Вот продолжатель традиции. Вот как это вышло у человека? Ну, то, что он продолжатель традиции Шекспира, это мне понятно. К России он не имеет вообще никакого отношения. То есть ни предков, никого рядом не лежало. Вот он очень любит русскую культуру, русскую литературу, русскую драматургию. Вот одна из пьес последних, мне так нравится, «Онегин и Татьяна в Одессе». То есть пьеса о событиях, которые происходят через пять лет после романа «Онегин». Это вообще прекрасная идея. В конце концов, Татьяна молодая, Онегин молодой, муж у Татьяны старый, он умер. А у них жизнь-то продолжается, где она, вот где российские драматурги, где они? Сюда, мать и суда! Куда? На диван. Может, в спальню? Нет, нет, тут я могу дышать лучше. Сможет? Ну что, вы патрульные, конечно, сможет. Моему мужу следует просто немножко отдохнуть, а он капитал. Просто я буду считать себя ответственным. Вы очень ответственны. Патрульные, Тигер! Джак Тигер! И хорошего вам вечера. Джек Шарке. В чем я? Это очень известный драматург в Америке. Но он уже умер, его с нами нет. Но у него порядка сорока пьес. Он очень хороший юморист. Дорогая, почему ты такая нервная? Я просто пошутила. Гиди, там такие пробки. Подожди. Я, кажется, начинаю понимать. Он принимал участие в марафоне и потерял сознание у самой финишной черты. Это и помогло мне сделать правильный вывод. Какое было то, что он мужчина, которого я ищу всю свою жизнь. Я бы советовал на нее пойти, кто хочет отдохнуть, провести вечер, посмеяться. Особенно пьеса молодежная. Как вообще найти мужа? По-моему, очень важный вопрос. И он там решен, я бы сказал, любопытным способом у девушки на ухоу. Ну, он забыл свое имя, я оказала ему фунду. И теперь идет день, когда он вспомнит. К тому времени у нас будут дети. Театральный переводчик. Ну, мне нравится, да, мне очень нравится театр. Мне нравится вообще пьеса. Мне нравится ездить на преньеры. Очень интересные люди, я считаю, в театрах работают. В общем, опять же, платят вполне пристойно, если пьесу ставят. А если пьесу не ставят, но она хорошая, то ее перевести удовольствие. В общем, я говорю, одни плюсы. Вот нет, я всегда считал, что в работе переводчиков, в принципе, минусов-то нет. Ну, вот это раньше относилось к книжным переводчикам, а теперь я это отношу к театральным переводчикам. А в книжном есть минусы, мало платят. Переводчик, читатель и Чукча. Ну, этот анекдот роскошный, да, что Чукча... Знаете вы его, да? Как Чукча поступал в литературный институт, его спросили, ты Пушкин читал? Нет. А Гоголя? Нет. А что ж ты в литературный институт? Ну, Чукча писатель будет, Чукча не читатель. Вот вы знаете, переводчик – это вот тот Чукча, который не читатель. Невозможно читать, просто невозможно. Нет времени, может быть, одни и те же клетки работают. Вот у меня лежит пьеса, которую я перевожу, я ее читаю. Вот в основном так. Конечно, все равно пьесы приходится какие-то читать, но это уже через силу. Винни-Пух. Мой и Алана Милна. Вот почему я взял и перевел Винни-Пуха. Потому что, как выяснилось, заходеровский Винни-Пух, он очень хороший. Это классика российской литературы. Но это не Алан Милн. Вот по моему разумению, это Винни-Пух пионер. Почему он так сделал, заходер, это уже у него не спросишь. Но Алан Милн настолько хорош, что переводчик просто не имел права его искажать. А после Винни-Пуха я как-то, знаете, перешел и к прозе его. У меня сборник рассказов его есть. Я перевел четыре пьесы. У него блестящие пьесы. Такие смешные, такие лирические. Вообще из этих пьес вылезает Винни-Пух. Вот просто уши Винни-Пуха вылезают. Потому что они мягкие. Юмор там, вот, допустим, у Моэма или у Коварда. У них все-таки юмор такой с иголочками ежа где-то. А у него настолько все мягко, настолько все лирично. Электронные помощники. Вы знаете, вот у меня три полки словарей. Я им практически не пользуюсь. Потому что они были очень нужны в свое время. А теперь мультитран все. Мультитран интернет. Потому что если что-то нет в мультитране, то просто набираешь в строке поисковика английское выражение и получаешь исчерпывающую информацию, откуда взялось, что означает. Нецензурные эмоции. Эмоции, конечно, остаются. А вот матерные слова, я считаю, что их не должно быть в русской литературе, в русскоязычном тексте. Просто не должно быть как по определению. Дело в том, что в англоязычных некоторые матерные слова уже вошли в культуру. Ну, я не знаю, грубое слово, факт, но оно означает совсем не то, что в словаре написано. Понимаете? А у них это вошло, у нас это не вошло. Войдет или нет, я не знаю. Но раз пока не вошло, я этих слов избегаю. Ну, есть же эквиваленты, в конце концов. Если все достоинство переводчика или автора в матерных словах, я считаю, что он плохой переводчик, плохой автор. Гаджеты против книг. У меня, допустим, внуку, сколько ему, 19 лет, он весь в этих самых гаджетах, да, но иногда он читает, но он, тем не менее, он много знает. Значит, они где-то информацию берут. Он вполне говорит на нормальном русском языке, то есть без всяких этих непонятных. То есть, ну, может быть, действительно, поколение изменяется, и книги немножко занимают другое место в жизни. Лондон, Нью-Йорк. Ну, Нью-Йорк как Москва. Вот единственный город, который похож на Москву, потому что энергетикой. Потому что ни Париж, ни Лондон – это не Москва. Это разные города. Не знаю почему. Ой, в Лондоне, вот у меня, знаете, самое большое впечатление, что белых там в метро нет. Там желтые люди, желтой кожи, черные, еще какой-то, но не белых, белых нет, только туристы белые. И все говорят на прекрасном английском языке. И после этого, когда читаешь, некоторые англичане начинают говорить, «Ох, у нас такое плохое образование!» Я не верю. С кем бы я выпил кофе? У Дона есть пьеса Мандельштам. Блестящая пьеса. Она, кстати, ее в Москве будет ставить Роман Григорьевич Виктюк. Вот в пьесе Мандельштам выведен Сталин. Выведен необычно. То есть мы знаем, что он скорее, ну, просто знаем, что он чудовище, скажем так. Вот как меня учили лично. Я с этим согласен был все время. Но вот прочитав эту пьесу, у меня возникли некоторые сомнения. Вот я бы с ним кофе выпил. Коллеги из осеннего марафона. По-моему, это абсолютно нереальные образы. Я бы даже их не рассматривал. Ну, конечно, Бусил Афиле приятнее. Но это фантастика. Во-первых, ну, не работают так переводчики. Переводчики не бегают. Не бегают. Они сидят за столом. И работают. И напоследок о смысле жизни. В чем смысл жизни? Да, это хороший вопрос. Я думаю, что смысл жизни в том, чтобы, в общем, реализовать свои, заложенные в тебя природой. Если получается, вот тебе самому кажется, что получилось, это хорошо. Если, ну, кто будет, кто знает, кроме тебя самого получилось или нет, с другой стороны. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.